Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 141 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Итак, сегодня в программе. Правда ли, что Фахрия Евджен заменит Харахзеня Пабдулах в сериале «Квартира невинных»? Будет ли Араз Булута и Немли сниматься в сериале «Три Куруша»? Есть ли новый проект Уакына Акыназюм? Правда ли, что Урас Кайбера Лолу сыграет главную роль в сериале «Три Куруша»? Новый фильм Керем Аберсина сыграет Ле Керем самого известного детектива Турции? Что же на самом деле произошло на съемках сериала «Чукурк» – наша версия. И что нам готовит на следующий сезон самая успешная телекомпания на турецком рынке – «Южи Пикчерс». Итак, мы начинаем. Вопрос. Видимо, у сериала «Последнее лето» неплохие рейтинги, раз он пойдет на второй сезон. И когда приблизительно выйдет второй сезон? Вторые сезоны обычно начинаются в сентябре-октябре. Я думаю, что последнего лета сезон начнутся именно в сентябре. Что касается рейтингов, они не очень хорошие. Я бы не сказала, что там отличные рейтинги, чтобы идти на второй сезон. 4-5% – это уже на грани. Если в следующем сезоне появятся мощные конкуренты, а они, конечно, появятся, каждый год появляются, то последнему лету, скорее всего, не выжить. Хотя бывают примеры того, что в первом сезоне сериал идет не очень хорошо. Например, как было с Ромо во втором сезоне, они сменили концепцию, сменили сценаристов, что главное, основное, и вырулили на вполне приличные цифры. То есть, как пойдет дальше дело, я не могу сказать. Но знаю точно, что телеканал «Фокс» уже нагреб массу других сериалов новых, которые будут выходить. И если последнее лето начнет идти так же, как он шел, в принципе, в этом сезоне, то есть 4,5%, то они его уберут из эфира в течение 1-2 месяцев. Долго держать не будут. Вопрос. Как разрешился вопрос с Азаном Гювеном? Пока никак. Судебная система в Турции парализована из-за пандемии. Все судебные дела, не первостепенной важности, они отложены в долгий ящик. Судебное дело против Азана Гювена будет рассматриваться в ноябре, если опять не отложат. И пока он просто находится в таком подвешенном состоянии, ждет, когда начнется процесс. В кино его, естественно, не приглашают. Он уже персона нон-грата, поэтому он уехал из Тамбула, а сейчас живет в деревне и занимается сельским хозяйством. Вопрос. Почему приостановлена трансляция сериала «Запретный плод»? Будет ли продолжение в этом сезоне? Или когда? Или уже никогда? Видимо, вы новичок в Турдизе. Каждый год основные сериалы сезона берут летний перерыв для того, чтобы и отдохнуть команде сериала, которая очень устала в течение 9 месяцев, снимаясь в сериале в режиме нон-стоп, и дать возможность зрителям также отдохнуть, поскольку зрители летом предпочитают либо на солнышке отдыхать, либо смотреть летние комедии. Тяжелые драмы летом не очень хорошо идут. Ну а актеры, кстати, могут не только отдыхать, но и сниматься в фильмах. Это очень распространено. Вообще, в Турции обычно фильмы снимаются за 2-3 недели, так что можно и отдохнуть, и в фильме сняться. Не беспокойтесь, сериал будет продолжен в следующем сезоне, то есть начнется новый сезон где-то в сентябре или октябре. Вопрос. У Серка и Тютюнджу роман с партнершей по сериалу «Невинность» или это выдумка журналистов? Они оба отрицали эту информацию. Элайда говорила о том, что ее родственники очень огорчаются, когда слышат о ее романах, которые не существуют, Серкай говорила о том, что они просто профессионально играли, заставили поверить в свою любовь, на самом деле ничего нет, бла-бла-бла-бла. И в конце концов их поймали обоих на море под ручку. В Турции, если ходит мальчик с девочкой под ручку, это однозначно означает любовь. Никаких вариантов других нет. По-дружески за ручку не ходят. Мало того, он еще ручку эту и целовал. То есть выдумки журналистов на этот раз оказались правдой. Надолго ли этот роман и чем он закончится, я, естественно, вам сказать не могу. Но то, что они вместе, это однозначно правда. Вопрос. Правда, что Фахрия Евджин будет играть в квартире невинных вместо Фарах? Нет, это не правда. Информация была послана с фейкового аккаунта. Ее подхватили все. Но на самом деле просто развод обычный. Ничего такого нет. Фахрия сама говорила, что пока она не выбрала проект, она летом и осенью работать не будет на телевидении. И если вернется, то только зимой. То есть гораздо позже, чем начнется второй сезон сериала «Квартира невинных». Естественно, кто-то будет в касте. Свято место пусто не бывает. Если Фарах ушла, то кто-то другой обязательно на ее место придет. Но это будет не Фахрия. Как вы думаете, а раз Булут и Немли будет играть в сериале «Три Куруша»? На этот вопрос я могу ответить только на уровне спекуляций. То есть только чисто мое мнение. Есть два момента, которые меня настораживают. Во-первых, телекомпания «Айя Пым» провалила все, что возможно, за последние три сезона, как минимум. То есть, если «Три Куруша» не будут удачными, они могут пойти по миру. Да, там ходят слухи о том, что их уже купил Нетфликс, поэтому они могут не волноваться. Именно поэтому они завершили «Чукур» на высоких рейтингах. Но это пока тоже спекуляции. Сейчас мы имеем то, что имеем. Они завершили «Чукур» на очень высоких рейтингах. С такими рейтингами можно было идти и на пятый, и на шестой сезон. Значит, у них есть какой-то козырь в рукаве, очень серьезный, который позволил им закончить эту историю и начать другую. Причем они откровенно говорят о том, что эта история будет продолжением внутри и «Чукура» с той же самой командой. Понятно, что зрители не придут, услышав про режиссера или сценариста. В большинстве случаев они вообще понятия не имеют, кто там что пишет, кто там что снимает. Они идут на любимых актеров. Поэтому, если в касте будут актеры из «Чукура», естественно, это поднимет интерес к сериалу. И кто объединяет «Чукуры» внутри – это «Арас». Совершенно логично для Айябым начать новый сериал именно с «Арасом». Но второй момент, который настораживает, это то, что ходили очень долго слухи о том, что Нетфликс заврал Араса, то есть он будет уже работать на цифровой платформе. С точки зрения Нетфликс, это вполне естественный шаг. Арас очень популярен в Турции, плюс он популярен и за рубежом, благодаря успеху его фильма «Чудо в седьмой камере», который, кстати, вышел на Нетфликс. То есть в данном случае решать будет Арас, что он предпочтет, либо он пойдет к своим старым знакомым Айябым и предпочтет стабильность, либо он рискнет и все-таки пойдет на Нетфликс, как сделал его друг Чаотай. Залезть в голову Араса я, естественно, не могу и сказать, что он думает по этому поводу я тоже не могу. Поэтому нам остается только дождаться его решения. Вопрос. Что слышно о сериале «Туба Бюкестун»? Есть ли новости? Мы, наконец, знаем название сериала «Другое я» – «Another Self». По традиции, Нетфликс называет свои сериалы на английском языке, не удивляйтесь. Это будет история трех женщин. Главную роль сыграет Туба Бюкестун, плюс ее партнершами будут, скорее всего, Бюша Пекин и Алги Эке. Я знаю, что вам эти имена не очень много говорят, но они хорошие актрисы. Нетфликс прежде всего выбирает своих актрис, исходя из их способностей, таланта, а не из того, раскручены они или нет. Обычно главный актер в проекте достаточно популярен, раскручен, а остальные подбираются уже в соответствии со своим талантом. Напоминаю, что это будет производство компании «Оджим Пикчерс», с которой Туба заключила договор еще в прошлом году. И это будет драматическая история. Вопрос. Есть ли новый проект у Талгиса Реташа, кроме фильма на Нетфликс? Талга ведет переговоры, но пока решение не принял. Вообще, сейчас многие турецкие актеры заняли выжидательную позицию, ждут наиболее выгодного предложения. Я думаю, это вполне нормально. Каждый год в это время актеры начинают своеобразный торг. Кто предложит лучший вариант, кто предложит лучший сценарий, лучшую зарплату, лучшие условия труда и так далее. Тем более, что сейчас на рынке появились не только телевизионные каналы, но и цифровые платформы. Поэтому, да, у Талгис есть несколько очень хороших предложений, но пока он выжидает и решение окончательного не принял. Вопрос. Есть ли новый проект у Ингина Акьюрика, кроме фильма на Нетфликс? Телеканал Д и телеканал Шоу ТВ хотели бы получить Ингина в новый сезон. Но пока он, так же как и Талга, решение не принимает, ждет. Насколько я знаю, он не очень хочет возвращаться на телевидение в этом сезоне. Но кто знает, понимаете, в один момент может появиться сценарий, от которого просто нельзя будет отказаться. То есть, окончательно говорить, что вот в этом сезоне он точно не появится на экранах, нельзя. Но особого желания у него нет, он хочет поработать на цифровых платформах. Вопрос. Есть ли новый проект у Акына Акынозю? Я уже рассказывала о том, что Акын ведет переговоры на участие в нескольких сериалах. Ему предложили, например, сериал Хиляль Сарал, Пробуждение, достаточно интересный вариант. Или, например, Одинокий Волк, который будет выходить на телеканале АТВ Османа Синава. Пока он решение не принял. Кроме того, телеканал АТВ планирует предложить Акыну очень выгодный эксклюзивный контракт. То есть, он будет получать зарплату, даже если он не будет сниматься в сериале. Такие контракты предлагают самым большим звездам. И этот контракт они ему предложили, потому что его популярность за рубежом сейчас очень сильно растет. Благодаря показу сериала Ветреный в разных странах. Кстати, очень скоро сериал будут показывать и в США на телеканале Телемунда. Так что, скорее всего, он все-таки вернется на телеканале АТВ. Возможно, это будет Одинокий Волк или же Пробуждение. Но пока еще не решено. Вопрос Правда, что Упынар, Денис и Егита Киражджи роман? Да, это правда. Они познакомились близко на съемках фильма Нетфлекс, который называется «Любовный переполох». Кстати, снимала фильм «Ляль Сарал». И после этого вместе уехали отдыхать. Папарацци сделали фото. Как видите, они в достаточно близких отношениях. И о том, что между ними существуют чувства, сомневаться не приходится. Кстати, разница между влюбленными 10 лет. Вопрос Правда ли, что у Керема Берсина есть новый фильм? Фильм есть, но как у продюсера Керема Берсина, а не как у актера. Дело в том, что у него есть собственная кинокомпания, которая называется «Брейвбон Фильмс». И она совместно с компанией «Адиджи Медиа» приступает к съемкам фильма по роману Ахмета Юмита «Сука, любовь». Такое название оригинальное. Оно взято из романа Ахмета Юмита. Это один из лучших детективных писателей в Турции. У него достаточно много романов посвящены комиссару Невзаду. Это такой аналог турецкого комиссара Мегре. Он расследует преступления. И вот один из таких романов будут экранизировать как раз Керем Берсин и Алтан Данмес, режиссер, который выступит как раз режиссером этого фильма. Но кто сыграет роль комиссара Невзада, еще неизвестно. Возможно, и сам Керем, поскольку они заканчивают съемки «Постучись в мою дверь» в начале августа, затем отдохнут немного, вполне возможно, он сможет сняться в этом фильме. Но, возможно, возьмут кого-то другого. То есть, пока я не могу вам точно сказать, знаю только, что Керем продюсирует эту картину. Мне очень нравятся сериалы «Квартира невинных» и «Красная комната». Готовит ли их создатель новые проекты? Вы говорите про компанию OGM Pictures, которая является крупнейшим производителем сериалов сейчас на рынке. Кроме «Квартиры невинных» и «Красная комната», они также делали сериалы «Твой дом, твоя судьба», делают сейчас «Девушка за стеклом». Ну и кроме того, на цифровом рынке они являются лидирующей компанией. Они делали «Защитника», «Бумажные жизни», «Дар», делают сейчас сериал «Сквача» по «Татлытуам». Сделали недавно фильм «Последнее лето» Азана Ачектана, который выйдет буквально на днях. То есть, достаточно крупная компания, которая, естественно, привлекает массу внимания и интересно, что они будут делать дальше. Пока точно известно о трех проектах, которые готовятся на следующий сезон. Первый – это проект для телевидения, который называется «Если король проиграет». Вообще, достаточно давно его готовят, на моей памяти уже, наверное, третий год его готовят. И, наконец-то, вот в этом телевизионном сезоне они его выпустят опять по книге Юльсирен Будайджалу, известнейшего психиатра, который вообще поставляет большинство историй на турецкое телевидение сейчас. Кто станет королем, естественно, неизвестно. Кто-то говорит, что это Энгина Кюрек будет, кто-то говорит Кенан и Мерзала Улу, может быть, кто-то третий будет. Пока информации нет. Но то, что этот сценарий уже почти дописан и что сериал будет уже в этом сезоне, несомненно. Два других сериала выйдут на цифровых платформах. Для первого сценарий пишет Нуран и Бренд Шитт, достаточно известный автор, которая работала над сериалом «Невеста из Тамбула». Это будет интерактивный проект. И почти наверняка это проект, главную роль в котором сыграет Тубаби Югустун. Сериал называется «Другое я. Another Self». Еще один сериал – это экранизация знаменитого романа Ахмеда Юмита «Воспоминания о Стамбуле». На мой взгляд, самый интересный проект из всех, которые сейчас готовятся в Турции. Просто потому, что Ахмед Юмит очень известен. Это детективный писатель, я только что об этом говорила, который пользуется огромнейшей популярностью в Турции. А этот роман – это что-то вроде турецкого кода да Винчи. В центре истории серийный убийца, который оставляет у своих жертв византийские монетки. И для того, чтобы расследовать это убийство, комиссару Невзаду, опять же, про комиссара Невзада почти в каждом романе Ахмеда Юмита пишется, приходится окунуться в историю Стамбула. То есть, такой своеобразный гайд по историческим местам Стамбула, но завязанный на детективной истории. Очень интересно. И этот сценарий пишет уже третий год. Пишет очень хороший сценарист, который работает уже 15 лет над созданием сериала «Опасные улицы». В Турции он безумно популярен. Причем популярен он 15 лет и пойдет на 16 сезон. То есть, сценарист, который может держать аудиторию 15 лет с рейтингами 8, 9, 10% каждый год. Это действительно специалист детективного жанра. И то, что они взяли именно его в этот проект, я думаю, очень хорошая вещь. На какой именно платформе выйдет сериал, неизвестно. Может быть, Netflix, но может быть и Amazon, поскольку у GM Pictures начали уже работать и с Amazon. Посмотрим. Проекты очень интересные. Кроме того, они подготовили уже сериал с Киванчем «История подводной лодки». Надеюсь, что он выйдет уже в этом сезоне. Вопрос. Что за скандал произошел за кадром сериала «Чокур»? Я рассказывала об этом в отдельном выпуске. Посмотрите. Добавить, собственно, мне нечего. По фактам, да, действительно, скандал какой-то был. Да, действительно, ведущие актеры не рекламировали последние серии. И после проекта начали отписываться от компании, от продюсеров. То есть, там что-то явно случилось. Такого никогда раньше не было. Но, естественно, нам об этом никто ничего не говорит. И вряд ли скажет. Все-таки у продюсеров компании хватило ума держать ситуацию под контролем и не выносить ссоры из избы. Я думаю, это правильно. Мы все-таки не должны знать внутреннюю кухню. Все люди, все ссорятся. Все на пределе. Пандемия и все остальное. У всех уже нервы не к черту. И это, в общем-то, третий скандал. Большой ветра нам был скандал. В сельджуках все ушли. И в Чукуре случилось, видимо, что-то тоже неприятное. Но, во всяком случае, нам подарили прекрасный финал. И история закончилась нормально. На мой личный взгляд, я не претендую на истину, что-то случилось на уровне подписания новых контрактов. Скорее всего. Возможно, Аяпым хотел заключить новые контракты с командой. Но денег у них не так уж и много. Последние несколько лет у них одни провалы за другим. И Чукур был единственным сериалом, который они вели достаточно успешно. Но заключать контракты на очень большие суммы, рассчитывая на успех нового сериала, это достаточно опасно. Выстрелит этот Трикуруша или не выстрелит, мы не знаем. Телекомпания тоже не может об этом знать. Давать огромные суммы, не зная заранее, будет ли успешным проект или нет, они не могут. А актерам, естественно, хочется нормальную зарплату. Тем более, что после Чукура огромный спрос на них. Их разрывают на разные проекты. И, скорее всего, они просто приняли более выгодное предложение. Тот же Арас, скорее всего, он ушел на Нетфликс. Об этом говорили уже достаточно долгое время. И я думаю, что Нетфликс его с руками и ногами оторвет. Сами понимаете, такая суперзвезда без работы не останется. Другие актеры тоже, видимо, нашли себе работу. Читай, возможно, отреагировал на это не очень положительно. Конечно, это уже второй раз, когда от него уходят ведущие актеры. Вспомните, та же история была с внутри. Хотя там с Чаатаем они разошлись более-менее нормально, остались с друзьями. Но второй раз на те же грабли это уже очень неприятно. Возможно, у него просто сдали нервы, тем более после трех лет неудач. Это чисто мое мнение. На истину я, естественно, не претендую. Вопрос Буду очень рада, если Денис Джан Акташ будет сниматься в Сельджуках. А как бы с его работой в сериале «Звоните моему агенту»? Он сможет одновременно в двух сериалах играть. Неприменительно к Денису Джану Акташу бывают случаи, когда актеры снимаются одновременно в двух сериалах. Например, Рызако Джаалу играл в сериале «Чукур». Одновременно он снялся еще в историческом сериале «Победа или смерть». Но в данном случае речь не идет о двойной работе. Дело в том, что «Звоните моему агенту» имеет достаточно низкие рейтинги, что позволяет ему идти в летнем сезоне. Но в осеннем сезоне он точно не останется, поскольку рейтинги слишком малы. Поэтому Денис Джан Акташ завершит работу «Звоните моему агенту» скорее всего в августе. И в августе же начнется работа над Сельджуками. Он вполне успеет и отдохнуть недельки-две, и заняться другой работой, конечно, если он подпишется на Сельджуков. Пока еще официального подтверждения нет, за исключением того, что продюсер подписался на актера. Вопрос Испаноязычная благосфера и турецкие фаны в инстаграме рассказывают, что ханкеры скоро поженятся, что они помолвлены. Соответствует ли это действительности? Помолвки еще не было. Они только начинают свои отношения. Я не думаю, что они будут торопиться. Торопиться, собственно, некуда. Обычно турецкие актеры несколько лет живут вместе, узнают друг друга, а затем уже возникают какие-то серьезные отношения с прицелом на брак. Другое дело, если Керем и Ханде созрели уже для брака, они хотят детей, в этом случае они, конечно, поженятся побыстрее. То есть я не могу сказать, что у них на уме, какие у них дальнейшие планы. Посмотрим. Но пока никакой официальной информации на этот счет не поступало. Вопрос У сериала «Основание Асман» стабильный рейтинг. Если сравнивать с Эртугрулом, какой из них более рейтинговый? Сериал «Возрожденный Эртугрул» начинался достаточно слабо. Он раскачивался весь первый сезон, поднимался постепенно 4, 5, 6, 7% и так далее. И ко второму сезону он уже приобрел свою аудиторию, дальше пошел очень резкий рост. Дошли до 14-15%. Затем были небольшие колебания туда-сюда, 11-13%. То есть потребовалось достаточно длительное время для того, чтобы подтянулась та аудитория, которая готова смотреть историческую продукцию. Естественно, «Основание Асмайн» такой проблемы не имел. Аудитория уже была готова смотреть, они уже знали, что ожидать. То же самое и сельджуки. То есть это та самая аудитория, которая любит и смотрит турецкие сериалы именно исторического плана. Кстати, раньше эти люди не смотрели вообще турецкие сериалы. То есть это совершенно новая аудитория. Ее создал именно Эртугрул. Поэтому у Эртугрула, как у первопроходца, были гораздо более сложные условия. И на этих сложных условиях он поднялся и поднялся очень здорово. И продолжает вести свою миссию за рубежом. Он успешно идет и на Нетфликс, он успешно идет и в восточных странах, и не только в восточных. Например, в Великобритании очень большой популярностью на Нетфликс пользовался, в США тоже. Что касается «Основания Асман», идет снова раскрутка аудитории, накопление своей собственной базы фанатов. Пока они опирались, естественно, на базу Эртугруловскую, но постепенно изменяются предпочтения. Люди, конечно, не могут смотреть все исторические сериалы, которые выходят на ТВ. А их становится все больше и больше. Идет рассосредоточение аудитории. Первый канал государственный захватывает свою часть, более консервативную. В следующем сезоне, видимо, будет еще большая борьба, поскольку там Барбаросса выйдет. Но пока можно сказать, что рейтинги у «Османа», чисто по цифрам, они выше, чем у «Эртугрула», за счет того, что у «Эртугрула» был достаточно низкий старт в первом сезоне. Что будет дальше, как поведет себя аудитория, я, естественно, вам сказать не могу. Но оба сериала имеют прекрасные рейтинги. И, я думаю, спор о том, кто выше, кто ниже, пока не имеет особого значения, поскольку «Основание Асман» еще идет. Вопрос. Из-за чего была ссора Хиляль-Сарал и Неслихана Тагюль? Насколько я понимаю, Неслихан обиделась на то, что ее не взяли в Сеул на вручение наград в сериалу «Черная любовь». Она очень резко отписалась от Хиляль-Сарал. И после этого они не общались, вообще отношения достаточно холодными были. Кстати, с Бураком Ащевитом у них тоже были не очень хорошие отношения, хотя в кадре, естественно, была огромная химия, что показывает, что они оба профессионалы. Вопрос. Какой фильм был успешнее? Бумажные жизни или Чудо в седьмой камере? Я не думаю, что правильно сравнивать два совершенно разных фильма, поскольку они изначально были поставлены в неравные условия. Чудо в седьмой камере сначала вышел в кинотеатрах, затем его уже начали показывать на Нетфликс. Кроме Нетфликс, он еще одновременно показывается на телевидении. Бумажные жизни показываются исключительно на Нетфликс, поскольку это фильм Нетфликс, а Нетфликс свои фильмы на сторону не отдает и в кинотеатрах не показывает. Если брать исключительно и только Нетфликс, не учитывая показ в кинотеатрах, не учитывая показы на телевидении и так далее, то есть то, как показали себя фильмы именно на платформе, то бумажные жизни оказался более популярным. Он входил в топы в 62 странах мира, тогда как чудо в седьмой камере входило в топы в 29 странах. В Турции бумажные жизни были в топе 44 дня, а чудо в седьмой камере 37 дней. То есть разница не очень значительная, но она тем не менее была. И главное преимущество бумажных жизней это то, что он не только попал в топы, он попал в топ-3. То есть первое, второе, третье место занимал. Это очень важно. В результате бумажные жизни по итогам марта стали пятым по популярности фильмом в мире вообще. Но еще раз повторяю, их не показывали больше нигде. Ни в кинотеатрах, ни на телевидении, тогда как у чудо было преимущество именно в этом плане. Вопрос. Почему актеров Чукура хотят судить? Пока их не хотят судить, пока только начинается дело, перенанно в прокуратуру. Прокуратура решит, будет ли она вообще открывать дело или закроет. То есть это не совсем прямо уже в суд дело пошло. Нет, такого еще нет. Кроме того, будут судить не их, а компанию, которую они открыли. Дело в том, что компания, которую они открыли, занималась застройкой, якобы занималась застройкой, в районе которой охраняется специальным указом президента. Это природоохранная зона. Что там произошло, я не могу вам сказать. Компания принадлежит Арасу Булута и Немли, Ниджипу Мемели, Рыза Каджаалу, Аниар Эркан владеет и режиссер Синан Астюрк ей владеют. Возможно, там были высажены саженцы. Во всяком случае, так утверждает агентство Араса Булута и Немли, Арт Истамбул, которое сделало специальное заявление. Муниципалитет города, в котором находится этот участок, говорит, что нет, там проводились работы, создавались дороги, незаконно вырубались, лес незаконно вырывался, и они хотят там создать кемпинг. В общем, это все дело будет решать прокуратура. Давайте не будем торопиться с выводами. Если будет что-то конкретное, я, естественно, вам сообщу. Но пока это только предварительная информация. Пока еще дело никто не возбуждал, поэтому говорить, собственно, не о чем. Вопрос. Правда, что Урас Кайгера Лалук сыграет в сериале Три Куруша? Да, это правда. Он первый официально подписал контракт. То есть он официально стал одним из трех главных героев этого сериала. Это будет такой полицейский детектив, в котором будут расследовать мафиозные дела. Там будет свой серийный убийца. И сериал будет основан на трех главных героях. Вот Урас как раз стал первым главным героем. Сейчас ведутся переговоры с Танером Алмезом. Но он еще контракт не подписал. То есть возможны сюрпризы. Я не могу сказать, что он там точно будет 100%. Урас будет точно. Что касается Несли Хана Тагюль, я знаю, что меня спрашивали об этом. Об этом были только слухи, но пока она ничего не подписала. То есть я ничего не могу вам сказать. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео. Я пытаюсь найти на них ответы. Возможно, я уже вам ответила прямо под вашим вопросом. Посмотрите. Если я не могу ответить на ваш вопрос, извините, не всегда получается найти правильный ответ. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»